Того, с кем они там подрались, его награждают, там чуть ли героем России. Потом история с этими выходцами из Азербайджана, гражданами России, когда подчеркивают, что это сначала кавказцы, потом закавказцы. Ну, это очень странно. Как будто мы стоим на пороге грандиозного шухера. Томсо казаки утверждают, что левый берег Терека принадлежит им. Что думаешь по этому поводу? Что я могу думать по этому поводу? Я кавказец, коренной житель на этой земле. Что я могу думать по этому поводу? Салам алейкум там салам. Если СМИ так и дальше будут обвинять кавказцев во всех их бедах, возможно ли дестабилизация на Кавказе и свержение власти, которая там находится. Вообще то, что они сейчас делают, это напоминает такую бурю в стакане. Бывает, когда они специально нагнетают что-то, чтобы провернуть какую-то свою операцию. Но, не знаю, давайте будем просто наблюдать, смотреть. Как я всегда вам говорю, не умею делать эти прогнозы. Но не просто так это происходит. Сначала там каких-то дагестанцев, чуть ли не знаю, на всю страну это показывают. Того, с кем они там подрались, его награждают, чуть ли герои в России. Потом история с этими выходцами из Азербайджана, гражданами России, когда подчеркивают, что это сначала кавказцы, потом закавказцы. Ну, это очень странно. Как будто мы стоим на пороге грандиозного шухера. В том числе, как думаешь, они серьезно сейчас специально активизировались в своем национализме в плане натравления русских на кавказские и среднеазиатские национальности. Продолжение в следующем сообщении. Ну, я не знаю, друзья, я же говорю, я смотрю на это с таким подозрением. Я вижу, что это не просто так происходит. Резко они начали прям нагнетать вот эту ситуацию. Но для чего они это делают, нам остается Ольга догадываться. Россия уже не просто так прислала Аллах. Мы грабили друг друга и похищали людей, продавали в рабство. Ты говоришь, что жили дружно. Далеко не правда. Далеко не правда то, о чем ты говоришь, Еврагим Коригов. Тебе бы свою историю, историю своего народа, наших кавказских народов получить. У нас в большинстве кавказских народов вообще не было рабовладельчества. Это не про нас. У нас были, конечно, какие-то там отдельные моменты какого-то бандитизма. Но это везде есть, везде как бы встречается. Но мы веками сосуществовали. И не было у нас вообще ни одной войны в истории, чтобы мы там друг с другом какие-то народы у нас воевали до прихода к нам в России. У нас ничего подобного не было. Так что не говорите подобные вещи, глупости абсолютные. Да, понятно, нам всегда было и есть над чем работать. У нас всегда будут какие-то проблемы. Вы думаете, есть какое-то идеальное общество или вообще оно когда-то было? Конечно, нет. Оно всегда есть и будет. В праведном халифате и при Абубакре, и при Умре, и Усмане, и Али были довольны ими всеми Аллаху. Вы что, думаете, не было преступности, что ли? Тоже было, и они решали эти проблемы. Так что такие моменты у нас всегда будут. Но вот так вот глобально, чтобы говорить, что у нас чуть ли мы в каком-то нечестии находились, но это неправда. Как раз таки даже во время нашего невежества мы, в отличие от других народов, которые также пребывали в невежестве, у нас наши очень строгие такие консервативные обычаи, наши адаты, так сказать, не позволяли нам. Очень много всякого разврата, который присутствовал у других людей, у нас его не было. Тумсо, как ты объединишь что-то две национальности Кавказа, где у каждой национальности по 2-3 претензии к соседней, территориальной, кровной, исторической. Вообще без проблем мы это сделаем. Просто нам нужно, чтобы Россия оттуда ушла. И вот все эти проблемы, о которых ты говоришь, территориальные, кровные и прочие, эти проблемы, они решаемы в очень короткий срок. Вот пока у нас не было России, у нас не было никаких проблем, ни территориальных, ни кровных. Заметь, мы постоянно вот эти вот 102, я не знаю, как ты там посчитал эти национальности, мы постоянно жили рядом друг с другом и никогда друг с другом не воевали. Ни одной нет войны в истории у кавказских народов между собой. Ни одной. Тумсо, как оценишь настроение молодежи на Северном Кавказе по отношению к России сейчас? Есть ли какая-то выработанная политика федеральной власти в этом плане или этим занимается местная власть? Настроение молодежи в отношении России, как я оценю? Я оценю это... Как на этот вопрос ответить, как я его оценю? Есть над чем работать, конечно. Я не могу сказать, что это мы довольны тем, но и не все так плохо. А что там у них по поводу политики? Ну, национальная политика, она формируется в любом случае в Кремле и уже оттуда спускается. А на местах, насколько они там ее тюнингуют дополнительно? Да, я думаю, конечно, тюнинг присутствует, они ее тюнингуют, но в целом концепция, она задается в Кремле. Это вот этими вопросами сейчас занимается Кириенко, вопросами внутренней политики. Тумсо, казаки утверждают, что левый берег Терека принадлежит им. Что думаешь по этому поводу? Что я могу думать по этому поводу? Я кавказец, коренной житель на этой земле. Что я могу думать по этому поводу? Конечно, это неприемлемо. Подобные высказывания, они неприемлемы. Казаки, это те люди, которых заселяли, чтобы закрепить свою оккупацию на этих землях. Именно так там появлялись казаки. Никто из казаков не является там кариным. Все они там пришлые. Тумсо, швецы тоже спрашивают, нет, у нас тут вообще сейчас все ограничения сняты. Их тут и так особо не было никаких ограничений. Чтобы вы понимали, тут даже маску носить было необязательно. Вообще никогда здесь не было ношения маски обязательным. Единственное, какой-то период был, когда там в аэропорту, например, ты должен был вот внутри аэропорта находиться в маске. Тебе говорили, как бы вот здесь вот, если ты заходишь, одевай маску. Все, на улице, в общественном транспорте, нигде там чисто рекомендации были. А сейчас вообще нет никаких масок, ничего ты носить не должен. Никакой социальной дистанции ты уже не должен соблюдать. Ничего подобного нет. Ладно, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok